я сбежал из дома в ужас потому что сейчас мама придет скоро наверное дьявол на за мной охотиться потому что я бросил курить там в общем стояла лампа у меня стоит у меня лампа там под балку под подоконником из четырех ламп дневного света длинных и да в общем впервые так сильно подул ветер из окна что эта лампа упала и чудом эти лампы с ртути внутри не разбились я понял что это все такого еще раньше не было я себе курил сигареты все было бы в порядке как и тогда как всегда было все нормально просто реально дьявол дьявол в окно лезет и в маму вселяется вселяется дьявол бесноватость вселяется еще мой отец когда мы еще до того как ему поставили синдром паркинсона но это то есть то есть это было скорее всего дар до коронавируса мы приходили к бабушке отец мама я помочь маминой ну помой по маминой линии бабушки там в общем он говорил даже мой отец атеист советский атеист говорит бесноватость они беснуются потому что реально другого слова не подобрать другого слова не подобрать атеистического термина для описнующихся не подобрать я просто боюсь если я избегать буду маму то может у нее накопиться агрессия будет еще жестче я плохо толстым быть куда лето ж ну жара блин дачу ко мне пристают эти шмели знаешь так если посмотреть со стороны как будто мексика сейчас еще жарко так ходят вот если бы сказать если бы сказали что это мексика и я посмотрел так ну да действительно мексика мексиканские мексиканская деваха идет потому что одета как мексиканка какой-то мексиканец сидит смотрит на меня пристально злобным взглядом и жара если честно это жара просто уже доебало была бы зима умеренная такая теплая а лето тоже умеренным умеренным да но нет зима ужасно холодная лето ужасно жарко в этом году почему-то птиц очень много налетела они повсюду просто их так много что они друг с другом бои устраивают межвидовые вороны там с голубями блин реально посмотрю женщины выглядят как мексиканки знаешь как в мексике тонуть женщина такая же точно так же выглядит что-то повсюду меня окружают мексиканки странно это воздействие дьявола здесь так много птиц он реально мексиканки ходят они все как мексиканки черные волосы темные лица загорелые реально просто вот если на лицо посмотреть но реально же это мексиканка а вчера я когда шел здесь в центре там сидел в мексиканец на меня смотрел пристально точно так же мексики смотрят потому что курить бросил дьявол ко мне дьявол на меня нападает дьявол мексиканцев подослал ко мне голубей дофигище очень много он ри вон мексиканские парни с черными волосами и черными глазами и загорелые и одетые как мексика мексиканцы вот реально эти граффити здесь тоже какие-то какие-то вообще хрен пойми что что блин эти мексиканцы там не отъебались дьявол испытывает чтобы снова начал курить я держусь здесь все мексиканское футбольное поле для футбола это из мексики все баскетбол поле для баскетбола все из мексики криштиан роналду блин так жарко еще жирный при этом блин не очень-то это там в общем такая тема может быть насчет космоса они говорят что экзопланеты открыли другие солнечные системы подчиняются правилу согласно которому более крупные планеты ближе к солнцу чем дальше от солнца тем более маленькие планеты и все солнечные системы другие подчиняются этому правилу но только не наша солнечная система у нас так устроено что если бы не сатурн юпитер и еще другие газовые гиганты то у нас бы на земле не было жизни астероидами все бы разнесло но при этом они говорят вот солнце на расстоянии пяти миллиардов километров она вот светит и земля с одной стороны день с другой стороны ночь с одной стороны зима с другой стороны лето и так же они судят в этом же ключе они судят экзопланеты на других солнечных системах что с одной стороны плюс семьдесят тысяч градусов и резко на другой на обратной стороне минус минус четыре тысячи градусов какая-то может быть но это они судят по своей логике а так если они ошибаются и нам все врут и космоса такого как они говорят нет ты это значит что солнце должно быть ближе к земле должно быть впритык земле и она меньше должно быть размером согласно плоской земле ну даже если бы круглая вот она шар солнце должно быть близко к сон земле на расстоянии луны допустим и тогда тогда только в таком случае свет не рассеивается получается контрастность с одной стороны день с другой стороны резкая ночь а так если бы солнце было на расстоянии пяти миллиардов километров как она они говорят ну как она есть то должно быть рассеивание в атмосфере света так что на обратной стороне земли должно быть светло очень светло белая ночь должна быть должно быть равномерное рассеивание света и еще там интересно так они говорят что зимой земля ближе к солнцу чем летом но это полностью противоречит логике а вот по поводу их за планет все соответствует логике газовый гигант самый гигантский вплотную к солнцу поменьше остальные меньше мелкие планеты подачи газовый гигант из-за того что он очень плотную сон к солнцу него атмосферу все сдуло но он сам по себе гигантский как ядро его и там плюс 70 жары на солнечной стороне на обратной стороне минус 4000 холода это вообще согласно их логике у нас должно быть земля должна быть вообще очень далеко от солнца дальше дальше чем плутон нептун и юпитер или сатурн они должны быть впритык к солнцу и вот как они описывают эти экзопланеты все ерунда что мне это жара тогда канала вот реально солнце ну ну хрен хрен она на расстоянии 15 миллиардов километров да ну близкого на расстоянии ну не дальше луны она светит так жарко просто она доебала меня и резко ночь не наступает резко резко утро наступает резко ночь ночь черная просто день просто бесконечная жара с коза и полами да этих паразитов но в природе которые но это же точно не скажешь что это бог придумал жарко жарко всякие мексиканские теги вот реально я думаю себе в мексике оказался джавю такая жара еще ну реально чуваки ходят абсолютно черные у них загорелые лица и длинные черные волосы как если бы я как будто свои волосы бы покрасил в черный цвет везде брюнеты прям таки и и женщины и женщины тоже с покрашенными черными волосами ходят из пышными формами и он мужская одежда по мексиканцев он видишь в рубашках таких плетчатых как мексиканцы ходят и с бородками вот реально вот и вот машина сигналит как мексиканец едет на машине эй мучачо пы-пы-пы там ну он горячий кровь горячая у мексиканца он эй мучачо би-би-би бибикает вот так же вот тоже идет девушка с черными покрашенными в черный цвет волосами а вот блогинка которые обычно себе выбирают мексиканцы мексиканцы блогинок себе выбирают продуктовая лавка сыр и колбасы но тоже из мексики все пошло колбасы острая это колбаса там мясо мексиканские острые острые жарко вообще не могу тяжело блин ну да в мексике они ругаются на дорогах нетерпеливо это жестко реагирует мексиканские машины вон везде стоят как мексики машины абсолютно точно может мне открыть мексиканской группу создать мексиканская тусовка в железногорске моим блин так жарко не могу машины же реально из мексики футбол из мексики баскетбол из мексики все это колбаса из мексики все из мексики спортивные товары из мексики машины из мексики вон то такое машина называется такое то но и такое купальники мексика вон реально жесть жарко так как в мексике блин так жарко вон тоже идет мексиканец а в мексике кстати обычно женщины они с черными волосами ходят да они не красят волосы в красный цвет в розовый цвет они вообще не красят волосы к сожалению какая жара а знаешь в шляпе вы сейчас мексиканской было бы удобно ходить в такой длинной ну в такой большой шляпе удобно было бы в такую жару ходить а такая жара папоротник растет вон здоровый папоротник как времена парка юрского периода когда динозавры были папоротник рос везде один папоротник был динозавры 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 знаешь там музыка повсюду была бы песни там шляпах эй мучачо рандаринга ля 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 вот так вот бы постоянно об этом везде а бля-бля-бля-ля они там болтают они там курочку острую любят есть колбасу острую любят есть сыр острый все острая мне конечно от этого плохо там короче я бы прошел знаешь сказал бы мне мне нужно шаурму и курочку не острую не острую самую не острую его просто попробовал ах хорошо и ну я бы там вышел да где угодно появились в мексике там а на 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 там они поют играют на гитарах в шляпах стоят на 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 вот так вот мучачо там ну так вот поют все время я бы знаешь курочку ел бы там мексиканскую и слушал как они играют поют надо было взять карточку с собой у меня же повсюду голуби вон такое эй рахито там постоянно они там эй рахи эй там эй 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 мучачо ну там постоянно так говорят едят острую курочку острый сыр ну в основном да они только едят там мясо острое играют в футбол там всегда ну да там всегда жарко мощная жара такая острая курица мексиканская с острым соусом барбекю эй 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 это фигура такая пышная все ходят одинаково там джинсах в красных клетчатых рубахах все ходят в красных клетчатых рубахах там знаешь все суса вуса за усы черные у всех вот устали на были седые такие усы ну а там черные усы у всех и все курочку едят там знаешь усы я я бы не стал отращивать что жарко и никто в очках не ходит потому что западло ходить очках для мексики ну да мне было бы там конечно не хотя я бы там этот бы там линзы отдел потому что там влажный климат там можно линзы носить я бы короче она на и муча чё и рахи то там ни ки курочку ешь пост мне нравится острые вот это тоже проблема там постоянно жарят курицу и мясо жарят там все все ты знаешь хорошо так блин я не могу жарко вообще капец же хреново даже в тени жарко там если белая приехала в мексику они кричат эй наташа наташа и белая ко мне к ноге ко мне к ноге там она на 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 там так о вон идет мексиканка в шляпе с сумками до шляпе прям мексиканской и натоща она на на и мучачо мандарино она 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 так вот они фига на это моя соседка она шляпе в мексиканской шляпе ну ну какая разница почти что мексиканский ну в принципе да такой шляпе ходят секс но я не могу жарко 5 еще при этом толстый видишь что-то штука здесь делает современное искусство вы меня шатает со стороны в сторону и могу мне плохо жарко ты не могу тяжко мне видишь повсюду голуби на каждом шагу ну да там в мексике можно было бы поесть курочку послушать песни посмотреть как футбол играет там там поля футбольная идеально зеленые там искусственная ну искусственная такая идеальная ровная искусственная трава зеленые идеально такие узоры ну ну схемы эти белым цветом для футбольного поля и мяч такой яркий знаешь яркого цвета и и у них яркая такая все в ярких рубахах ходят в красных рубахах шляпах ярких там там все яркое такое знаешь жарко мне не знаю тратить 270 рублей на чипсы со вкусом соли со вкусом соли чипсы 270 рублей какой же это капец а ой как жарко вот реально в магазине нечего купить из еды нечего купить реально всякая шляпа продается а жарко а и мучачьи она там там вообще где-везде поют пляшут там пляшут поют футбол мяч пинают вообще там знаешь мощная все так мощно там сигареты все курят 90 90 процентов населения мужского курят сигарет нормально там мальборо или как он там мексиканские сигареты там в шляпах на гитаре так играют нормально в принципе более жарко жесть и дома жаркой везде там чисто в мексике только мексиканская музыка и еда и футбол и все все мексиканская и сигареты мексиканские все мексиканская там с дон хуаном познакомиться я познакомлюсь там тоже нормальная тема затусуемся вон мексиканки идут черные ну короче женщина сейчас в черных черные волосы у них и они все толстые там такие такси как крапива не толстая просто здоровые потому что мексика 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 дон карлос дон хуанус тон хуанус и тон хуан здорово братан крапива там вообще все змея мексиканская пустыня укусила меня змея там в мексике змеи кусают да жестко вообще так жарко эль мексико машины все тоже мексиканские там да все мексиканская дон хуан мексиканский кактусы которые дон хуан принимает тоже мексиканские дон хуан экскурсии устраивает учит жизни белых жизни учат но там рассказывает про плоскую землю там про то что надо кактусы принимать нужно быть воином по жизни нужно в этих в пустынях там тусовать там с духами общаться под кактусом курить кактус осуждаем не одобряем на чисто мексике там духа на с духами общается змей змей обходит стороной змей все его знают каждый змея знает уважает уважают его мне я об этом знаешь подошел к дон хуану матусу дон хуан матус это научи меня так чтобы меня змеи уважали в мексике змеи все меня уважали чтобы научи меня на играть там петь и на 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 и хуйня эй хуану эй хуану эй хуану эй хуану давай будем играть в шляпах и на 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 на